Добрый вечер! Сегодня прочитаем сказку про бегемота, который боялся прививок. На пляже было очень весело. Больше всех веселился бегемот, плескаясь в теплой воде под яркими лучами солнца. Не успел бегемот прийти домой, как тут же прискакала к кенгуру почтальон. Вот повеска вам! Явиться на прививку! Бегемот не на шутку испугался. Чепуха! — сказал ему друг Марабу. — Уколет раз — и все! Приемный в поликлинике бегемот дрожал от страха. — А ты будешь меня за руку держать? — все время спрашивал своего друга Марабу. — Буду, буду! — отвечал Марабу. — В первый раз вижу белого бегемота! — воскликнул доктор. — А может быть, он просто боится укола? — Это особенный бегемот! — пояснил Марабу. Он когда-то то серый, то белый. Пока доктор выбирал иголку побольше специально для бегемотовой кожи, бегемот исчез. Все бросились искать бегемота. Его нужно найти. Он может заболеть желтухой. А бегемот спрятался от преследователя и спокойно пошел домой. Но другое утро Марабу зашел к бегемоту и увидел его в ужасе, закричал. — Что с тобой? Ты совсем желтый, как лимон! Марабу немедленно позвонил доктору. — Доктор, что делать? Бегемот стал желтый при желтый. — Но вы же сами говорили, ваш бегемот особенный. Он то серый, то белый. — Да нет, доктор! Тогда он просто побелел от страха. — Ах, так! Это другое дело. Очевидно, у него желтуха. Высылаю скорую помощь. Обезьянки-санитарки быстро отнеслись на носилках бегемота в машину скорой помощи и увезли в больницу. Когда Марабу пришел в больницу навестить своего больного друга, бегемот попросил его. — Мне очень скучно лежать. Расскажи какую-нибудь сказку. — Хорошо, — сказал Марабу. Жил-был бегемот. Он ужас, до чего боялся прививок. — Смотрите, — закричал доктор, — что с бегемотом? Он был серый, белый, желтый, а теперь он совсем красный. — Это какой-то необыкновенный бегемот. — Нет, доктор, — это самый обыкновенный бегемот, — сказал Марабу. Только ему стыдно, что он так боялся прививок. Сладких снов! Субтитры делал DimaTorzok